Свыше пяти тысяч бродящих собак ежегодно отлавливают и уничтожают в Уральске. Между тем, бездомных животных на улицах областного центра становится все больше. Как намерены решать вопрос о братьях наших меньших власти при Урале, расскажет моя коллега в регионе. Ежегодно только в Уральске на отлов и уничтожение бродячих собак тратится около 30 миллионов тинге. Но нападений на людей не становится меньше. В течение 2018 года у нас в области обратились за медицинской помощью 1902 человека. Эту цифру, если сравнить в сравнении с 2017 годом, имеем определенный рост. В 2017 году у нас пострадали от укусов бродячих собак, кошек 1825 человек. Отлов рассчитывается по городу согласно заявкам, которые поступают к нам ежедневно, с разных организаций, с частных лиц. Согласно правилам, мы держим собак до трех суток. Если в течение трех суток не появляется хозяин, собаки, как бездомные, подлежат к уничтожению. У Шарпея были хозяева. Он четыре года прожил в доме. Есть сосед. И он очень не любил его. Он бегал за ним с ружьем. Шарпея Барика Асель забрала год назад. Искать ему новых хозяев пока не торопятся. Пес стал общим любимцем. Под опекой общества «Я хочу жить». Сейчас около полутора ста собак и два десятка кошек. Вся работа по их содержанию, лечению, стерилизации на плечах волонтеров. Но спасти всех обреченных на усыпление, брошенных хозяевами, покалеченных на дорогах не получается. Не хватает рук, не хватает средств. Большая проблема в том, что их даже могут не довезти. То есть в них стреляют ядом прямо на улице. Они умирают. Вот большие щенят туда размещают в этот питомник. Было бы здорово, если бы к нам пошли навстречу. Именно те же самые деньги пустили нам. У нас просто газ еще выходит 60 тысяч в месяц. Еще аренда. Все это выходит в 300-400 тысяч. Из них где-то половину люди, спасибо большое, кидают. Остальное все мы вкладываем со своей зарплатой. Тратить десятки миллионов тенге на уничтожение собак, когда другие на собственные деньги их спасают, абсурдно. Понимают и власти региона. Решать проблему вместе Акимат предлагает бизнесменам. Предприниматель берется за отлов, стерилизацию, кастрацию животных. Власти дают деньги на строительство приюта и услуги ветеринаров. Проект на стадии разработки. И защитники животных надеются, что тендеры получат те, для кого дело спасения животных не бизнес, а зов сердца. В итоге с Базарбаева была Чарлугасовка, Нат Махмутов, Уральск, Хабар, 24.